Здравствуйте! Меня зовут Ключко Ольга Ивановна, я профессор Департамента психологии. И сегодня мы поговорим о феминизме, мы поговорим о гендерных исследованиях. Я выбрала эту тему, потому что вокруг нее огромное количество мифов, несмотря на существенное число публикаций, как популярных, так и профессиональных. И самое неожиданное, вокруг этой темы много негатива. Именно поэтому сегодня мы попробуем разобраться, насколько феминизм полезен, вреден, насколько он актуален в современности. И самое главное, для чего он нам нужен сейчас, в 21 веке. Итак, прежде чем начать нашу лекцию, я предлагаю ответить на несколько вопросов. И вы, пожалуйста, уважаемые зрители, слушайте и фиксируйте свои ответы. Согласны вы с этими вопросами или нет? Вопрос первый. Женщины и мужчины должны иметь равный доступ и возможности к образованию всех уровней. Если вы согласны, ставьте плюс, ставьте лайк. Порнография, проституция, изнасилование, торговля людьми, сексуальные домогательства, калечащие операции на половых органах должны быть запрещены во всех формах законодательно и осуждаться обществом. Да или нет, коллеги, пожалуйста, фиксируйте свой ответ. Женщина должна самостоятельно и без принуждения принимать решения о замужестве, сексе, беременности. Мужчина и женщина за одинаковый труд при равной квалификации должны получать равную оплату. Женщина сама должна выбирать, какую сферу деятельности и профессию выбирать и в каком учебном заведении обучаться. Женщина должна иметь качественную медицинскую помощь во время беременности и родов, а также до и после окончания репродуктивного возраста. И, наконец, женщина должна иметь оплачиваемый декретный отпуск в связи с рождением ребенка, а также дошкольное и начальное образование для своих детей, что позволит ей продолжать профессиональное развитие. Уважаемые зрители, если вы ответили на большинство этих вопросов положительно, то я могу вас поздравить. Вы феминист или феминистка. Может быть, это будет для вас неожиданностью, но, тем не менее, это так, потому что именно в этих вопросах и заключена основная проблематика, которой занимаются и феминизм, и гендерные исследования. Я хочу начать свою лекцию с того, что дать вам информацию об одном... Наверное, это скорее мое воспоминание. Это тот факт, который 25 лет назад привлек мое внимание. Я его не изучала, я столкнулась в одной из статей с китайской традицией бинтования ног. В ней указывалось, что эта традиция сейчас уже не существует, однако еще живут люди, женщины в данном случае в Китае, которые подверглись этой процедуре. Картинка начиналась с текста. Возьмите крепкую ленту около 5 метров, оберните ногу, максимально сведя пальцы к пятке, засуньте ногу в детские туфли, попробуйте прогуляться. Представьте, что вам 5 лет, и вы будете ходить так всю жизнь. На следующем слайде представлены результаты подобной операции. Я помню свое впечатление от этой картинки. Мне казалось, что это несусветная дикость. Я думаю, большинство тех, кто слушает меня сейчас, согласятся с этим. Однако в настоящее время существует значительное число фактов, которые нам говорят, что существуют операции, калечащие женщин, в частности, операции на половых органах. Существует убийство чести, существует изнасилование, существует домашнее насилие. И много-много еще факторов, которые нам говорят, что пока статус женщины, ее положение, ее безопасность в современном мире не до конца так беспроблемны. Поэтому мы сегодня будем об этом говорить. Надеюсь на позитивное рассмотрение данного вопроса. Итак, один из популярных мифов, который возникает при рассмотрении феминизма, о том, что это не российское явление. Якобы это совершенно чуждое для России движение. И сейчас на слайде вы видите фотографию очень редкую. Это фактически раритет. Это первый всероссийский женский съезд 1908 года в Санкт-Петербурге. На нем, обращаю ваше внимание, присутствовало более тысячи делегаток почти со всех уездов России, Российской империи. Но тот факт, что это 1908 год, не начало феминистского движения, уже в 19 веке были приняты очень интересные законы. Россия была первой страной, которая предоставила женщинам право собственности еще в 60-е годы 19 века. Чуть позднее были приняты законы, разрешающие женщинам присутствовать на университетских лекциях, однако у них не было права получать образование, получать диплом. И, кстати, мы можем сказать, что Россия очень активно, российские женщины участвовали в миграции образовательной. Они ехали в Германию, они ехали в другие европейские страны, чтобы этот диплом получить. Так наши первые женщины, врачи появились, математики, инженеры и так далее. Еще одна фотография, на которую я хочу ваше внимание обратить. Это женская демонстрация Петрограда 1917 года. Именно с нее началась февральская революция. Фактически это сейчас 8 марта, те самые две недели, которые связаны с переходом на другое время. Что нам говорит эта фотография? Что активность женщин, которые вышли на демонстрацию с требованиями хлеба, прекращение войны, была очень высока. Чуть позднее начали существовать уже после революции женсоветы, которые активно включились в разработку женской повестки. Да, впоследствии они были ликвидированы во многом потому, что Конституция 1937 года говорила нам, что женский вопрос в России решен. Я хотела бы обратить ваше внимание, что феминизм очень разнообразен. Во-первых, сразу предлагаю разделить феминизм на академический, исследовательский и общественные движения феминизма. Я, собственно, принадлежу к академическому феминизму и гендерным исследованиям, которые являются прямым порождением феминистской повестки. Но феминизм как общественное движение крайне разнообразен. Я буду говорить сегодня о некоторых его направлениях. И сразу хочу выделить традиционных три волны феминизма. Вот сейчас я говорила о первой волне, которая началась в Англии, во Франции. И его традиционно называли суфражистским этапом, потому что он был направлен на получение права голосования. Я очень вам рекомендую посмотреть фильм «Суфражистка», который вышел в 2015 году. Он собрал огромное количество всяких отзывов, рецензий, призов. Почему? Во-первых, за реалистичность показа, за актуальность проблематики. Люди, которые смотрят эти фильмы, говорят, да, это актуально. Получите удовольствие. Ну, я возвращаюсь сейчас в Россию и хотела бы вам показать слайд. На слайде вы видите разные даты, в которые государства дали своим женщинам, гражданкам право голосования. Россия была второй, первой была Новая Зеландия. И есть страны, которые только в 2000-х годах дали женщинам такие права. Тем не менее, в России очень интенсивно развивался феминизм. И на слайде вы сейчас видите самые известные в России персонали, которые огромный вклад внесли в разработку как революции социалистического движения, так и, собственно, феминистического движения. Это Клара Цеткин, немецкий революционер, германский революционер и феминистка, политический деятель. Это Роза Люксембург. И, конечно, более известная у нас в России Александра Калантай, которая является первым в мире министром женщиной, которая представляла Министерство презрения в стране Советов. За первые годы советской власти было сделано очень много. И я обращаю ваше внимание на ту статистику 1936 года, которая нам показывает, какой мощный взрыв вливания женщин в производство, в общественные движения произошли за те годы, за первые годы советской власти. Во-первых, женщины стали практически включаться во все области, не только в сельское хозяйство. Они вступили в партию, в профсоюзы. Практически 50% женщин среди учащихся техникумов, среди служащих. Более того, среди них председатели колхоза, звеньевые. Огромное количество девушек поехало на Дальний Восток. Я напоминаю так называемое хитагуровское движение по имени очень известной девушки Валентины Хитагур, которая написала «Возвание к девушкам». И оно действовало. Вторая волна феминизма – это немножко другая проблематика. Да, женщины получили право голоса. Однако стало понятно, что этого недостаточно, что необходим еще и доступ к правам, к их реализации. И фактически в США и также во многих других странах, во Франции, Великобритании, появилось огромное количество идей о том, как можно это реализовать. Ну, в частности, одна из дат начала второй волны феминизма – это, конечно же, выход таких знаменитых книг, которые хорошо известны. В частности, второй пол Симона де Бувуар и Бетти Фриден «Загадка женственности». Вторая волна феминизма отмечается еще и политическим актом. Впервые в истории комиссии по положению женщин США опубликовала доклад о гендерном неравенстве. Конечно, слово «гендерном» тогда еще не употребляли, однако сами слушания вызвали огромный диссонанс. Я подчеркиваю, 1963 год. А что в это время в России? А в это время в России праздник 8 марта, инициированный Кларой Цеткин, превратился в праздник мам. Феминистская повестка была немножко забыта, и женщины стали поздравлять цветами, восхвалениями их умений, их роли в производстве. Однако о феминизме действительно говорили крайне мало. Но, тем не менее, по всему миру стали проходить вслед за СССР, где это стал праздником официальным, начиная с 1921 года, стали проходить демонстрации. И вот сейчас вы видите фотографию 1971 года, марш за равноправие женщин в Лондоне, который нам показывает, что эта повестка остается в мире очень и очень актуальной. Современный феминизм третьей волны фактически зафиксировал, что все равно, несмотря на права, на возможность обучения, на возможность участвовать в политике, проблемы, которые раскрывали феминистские работы, феминистские исследования, они не решены. Феминизм становится все более разнообразным. Вот сейчас на слайде вы видите представителей третьей волны феминизма. Это Бетти Фридон, это Алиса Шварцер, это Шейла Рауботом, это Люси Ригаре, то есть в большинстве стран. Фактически у нас, начиная с 90-х годов, тоже активизировалось феминистское движение. Вот я являюсь счастливой обладательницей журнала 1994 года, журнал «Преображение», единственный феминистский журнал, который публиковался в России очень недолго, но тем не менее он есть. Столь небольшой экскурс, который я сейчас сделала, не может, конечно, охватить все достижения феминизма, но мне хочется обратиться к социальному контексту. Огромное количество изменений, которые произошло в нашем обществе, принято называть социальными революциями, иногда их называют гендерными революциями, но я бы назвала именно социальными в более широком плане. Что же это за революция? Ну, прежде всего, да, сувражистская революция, предоставление женщинам избирательных, трудовых, образовательных и прочих вправ. Во-вторых, конечно же, это сексуальная революция. Впервые в 20 веке, благодаря контрацепции, произошло разделение сексуальности, репродукции, и сексуальность стали рассматривать как форму самовыражения, и, к сожалению, иногда как бизнес. Конечно же, произошла революция в области поведения. Женщины изменили свой внешний вид, перестали закрывать тело, стали заниматься спортом, гораздо свободнее стали себя чувствовать. Произошла кухонная революция, наверное, самая известная нам. К нам пришла техника, механизация, у женщин появилось много, ну не много, а больше времени. Конечно же, произошла революция на рабочих местах. Благодаря массовому приходу женщин во все сферы экономики, произошло изменение структуры профзанятости. Конечно, произошла потребительская революция. Изменилось потребление во всех сферах, появился так называемый гендерный маркетинг, вы все результаты его видите, когда приходите в магазин, и там есть полочка для женщин и полочка для мужчин. И они отличаются ценой, хотя содержание практически одинаковое. Ну и, конечно, я бы могла отнести к гендерным революциям и глобализацию, потому что произошла некая унификация, произошло универсализация внешнего облика, стандартов красоты и поведения. И мы можем говорить о революции однородности, потому что те стандарты, которые мы видим в социальных сетях, в телевидении, в рекламе, они имеют огромное влияние на современных, как мужчин, так и женщин. Тем не менее, мне хочется зафиксировать, что несмотря на огромную активность, не решены многие проблемы. И я сейчас хотела бы обратить ваше внимание на слайде. Я представила статистику ООН, она совсем свежая, 2018 года. Можем ли мы говорить о том, что решены большинство проблем? Увы, уважаемые друзья, мы так сказать не можем. Итак, только некоторые факты. Женщины выполняют в 2,5 больше работы по дому, чем мужчины. Всего лишь 30-40% по разным данным женщин получают декретные выплаты. Я сейчас говорю о мировых данных, не только о российских. Огромное количество женщин вступает в брак без своего желания. И более того, до 18-летнего возраста. Более чем в 30 странах распространена практика калечащих операций, в том числе на половые органы. К сожалению, она и в России тоже присутствует. Более чем в 40 странах отсутствуют законы о домашнем насилии. И мы тоже в их числе. Мне хочется обратить ваше внимание, что всего 63 государства в мире выплачивают женщинам и их детям пособия. И всего 28% стран используют на практике оплачиваемый отпуск. То есть вот эти цифры по-прежнему подтверждают актуальность повестки, ту, которую поднимают феминистки во всем мире. В 2017 году был принят в России замечательный документ. Это национальная стратегия действий в интересах женщин до 2022 года. В ней зафиксированы основные болевые точки, которые характерны для современной России. Только некоторые факты, которые нам показывает Росстат. Во-первых, самый главный. Это разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Женщины у нас живут дольше, на 8 лет. И в современном мире мы вынуждены говорить о дискриминации не только женщин, но и мужчин. Россия характеризуется крайне высоким уровнем домашнего и сексуального насилия. Чтобы установить некоторые аналогии, я приведу в пример, что по статистике мы фактически находимся на уровне большинства стран Африки, по данному показателю. У нас огромное число абортов. У нас отсутствует сексуальное просвещение. Состояние здоровья женщин по-прежнему вызывает огромное количество вопросов. В частности, растет показатель рака груди. Доля зарплаты женщины почти на 30% меньше, чем зарабатывают мужчины с подобной же квалификацией. И мы фиксируем фактически серьезное снижение числа женщин в органах власти по сравнению с 80-ми и даже 90-ми годами. Таким образом, эта стратегия – очень своевременный документ, который, надеюсь, позволит нам преодолеть некоторые серьезные проблемы. Чтобы показать актуальность указанной мной проблематики, я прошу обратить ваше внимание на слайды. Это события 8 марта 2020 года. В правом верхнем углу и в правом нижнем углу фотографии, которые отражают Россию. Это Сокольники, а на нижнем слайде – это Томск. Вы видите, совсем немного людей принимают участие в тех акциях, которые были посвящены проблеме решения в основном насилия за то, что был принят закон, наконец, о профилактике насилия, ну и многих других вопросов. В противовес этому вы видите справа две фотографии. Сверху – это фотография, которая показывает Мехико, Мексика, на которую пришли более 500 тысяч женщин. И опять-таки повестка та же самая – насилие во всех ее разных формах, от изнасилований до действий полиции и, конечно же, принятия закона против насилия. И вот нижний правый слайд. Я горжусь, что я в этом году сама приняла участие 8 марта в демонстрации в Париже, на которую собрались женщины практически со всех районов Франции, регионов Франции, и высказывали свою позицию перед мэрией 13 района Парижа. И в демонстрации приняло участие более 5000 женщин. Причем, обратите внимание, там не только женщины были, там только огромное количество мужчин, студентов, пожилых людей. То есть эта повестка становится актуальной для всех абсолютно слоев населения. Итак, что же с гендером? Когда он появился, можно спорить о сроках его появления в книгах, в документах, но я отмечу один факт, абсолютно беспрецедентный. На Пекинской конференции по улучшению женщин в 1995 году этот термин был принят резолюцией конференции. Вообще я такого факта в истории науки фактически не помню, чтобы политическая конференция принимала в действие какой-либо научный термин. О чем нам это говорит? С одной стороны, это говорит, конечно же, об унификации языка политики и науки. С другой стороны, он нам говорит о том, что сама терминология совершенно необходима, чтобы зафиксировать некоторые проблемы, те, которые инициировал к рассмотрению феминизм. И мне бы сейчас очень хотелось процитировать маленький кусочек резолюции. Фундаментальным требованием, имеющим место в Пекине, было признание необходимости сместить акцент с обобщенной концепции в сторону гендерной, признавая, что вся структура общества и все отношение между мужчинами и женщинами в его рамках подлежит кардинальному пересмотру. Только фундаментальная перестройка общества и его институтов поможет женщинам полноправно занять свое законное место в качестве равных партнеров с мужчинами во всех сферах жизни. С 1995 года начинается мировое исследование, так называемый индекс гендерного равенства. Что он показывает? Он показывает, насколько в данной стране, в конкретной, права и возможности мужчин и женщин приближаются к друг другу. Конечно, вы можете сказать, что права и возможности мужчин на современный момент тоже не идеальны. На это я вам могу ответить, что до недавнего времени, скажем, до начала XX века, у нас большинство людей вообще никаких прав не имели, только некоторые слои имущие. Но тем не менее, вот именно этот критерий, каков же разрыв между мужчинами и женщинами, показывает нам данный показатель. Я хотела бы обратить внимание на три основных компонента данного критерия, данного индекса. Экономическая активность, которая показывает соотношение занятости, зарплаты и наличие среди высших менеджеров. Второй показатель – образование, соотношение уровня грамотности, охват разными ступенями образования от начального до высшего. Третий показатель – это здоровье и продолжительность жизни. Прежде всего, учитывается соотношение продолжительности здоровых жизней и соотношение полов при рождении. Казалось бы, а зачем нам это изучать, соотношение при рождении? Как мы на это можем повлиять? Все-таки можем, потому что в мире до сих пор продолжается убийство, то есть аборт на основании половой принадлежности эмбриона. Как только узнают, что это девочка, во многих странах совершается аборт, потому что предпочтителен именно ребенок мужского пола. И, наконец, участие в политике – это четвертый показатель, когда мы смотрим соотношение мужчин и женщин на разных должностях, в парламенте, в составе законодателей и высших чиновников. Мне хочется обратить ваше внимание на глобальный показатель – индекс гендерного равенства в 2020 году. В среднем он составляет 69%, однако каждый из показателей движется к максимальному результату со своей скоростью. Больше всего в мире добились изменений в двух показателях – в здоровье мужчин и женщин и образовании. Они фактически приближаются к 100%, 96% и 97% соответственно. Однако участие в политической деятельности и такой показатель, как экономика, прежде всего зарплаты мужчин и женщин, очень далеки от равенства. Именно поэтому мы зафиксировали в последние годы резкое снижение изменений. То есть фактически, вот сейчас вы на графике видите, за последние 10-15 лет наш индекс меняется крайне-крайне мало. То есть исчерпаны какие-то административные возможности изменения данного показателя. И сейчас, чтобы решить проблемы гендерного равенства, нам нужно перестраиваться уже психологически, изменять нашу ментальность. Только это сможет нам как-то помочь решить эти проблемы. То есть недостаточно уже сейчас законодательных действий. И есть некоторые прогнозы, которые говорят, что если изменение индекса гендерного равенства будет проходить в таких же темпах, то понадобится для полного гендерного равенства почти 100 лет. Конечно, очень обидно ожидать эти 100 лет и ждать, что наши дети и внуки будут жить при лучших условиях, при почти приближающихся к 100% гендерном равенстве. Ну а сейчас мне хочется обратиться к собственно гендерным исследованиям, поскольку, мне кажется, я уже достаточно сегодня сказала о феминизме, и показать, какие же проблемы решаются в академическом феминизме и в гендерных исследованиях. Одно из первых мероприятий в нашей стране, в названии которого звучал сам термин гендер, это была такая летняя школа Валдай 1996, в котором я имела удовольствие участвовать. И именно тогда слово гендер появилось как научное и как образовательное. Хотя, конечно, в кругах социологов, в кругах психологов на нем узнали раньше. Сейчас гендерные исследования являются огромной отраслью. Практически во всех сферах гуманитарного, общественного знания они распространены. Мы можем говорить о мужских исследованиях, о женских исследованиях, о так называемых квир-исследованиях, которые изучают вопросы власти и сексуальности. Ну и, конечно же, относительно недавно появившихся ЛГБТ-исследованиях, которые изучают людей с нетрадиционной ориентацией. Мне бы хотелось сделать акцент на трех самых распространенных областях, где сейчас интенсивно развиваются гендерные исследования. Прежде всего, это философия, антропология, история, в которых проблематизируется само понятие мужское и женское. Что оно означает в каждой культуре? Что оно значит, само понятие мужского и женского, и как оно в каждом конкретном хронотопе, в каждом конкретном месте, культуре изменяется? Ну, в частности, у нас в России есть замечательная ассоциация, Российская ассоциация исследователей женской и гендерной истории под руководством профессора Натальи Львовны Пушкарёвой. Вот она одна из первых инициировала изучение российской истории с точки зрения гендерного подхода. И сейчас фактически переписывают всю историю с точки зрения вклада женщин в неё, а не только с точки зрения войн, госпереворотов и вот таких масштабных событий. Пока история, очевидно, не полная. Гендерная психология также, начиная ещё с 70-х годов, разрабатывает проблематику изучения особенностей мужчины и женщины. Но сейчас сделан огромный шаг вперёд, когда изучается гендерная идентичность, когда изучается самосознание, когда достаточно уже сейчас понятно, как происходит усвоение гендерных стереотипов, отношений и ставится вопрос об эгалитарном мировоззрении, о возможности паритетного решения многих проблем, а не конфликтного. Ну и, наконец, мне хочется обязательно отметить, что есть гендерная социология, которая изучает социальную стратификацию по признаку пола. И вот, в частности, Питерская школа социологии очень активно разрабатывает эту проблематику, в частности, Анна Тёмкина, и её школа в социологии сейчас изучает здравоохранение с точки зрения гендерного подхода. Вот, уважаемые зрители, мне хочется задать вам вопрос. Когда вы приходите в любую поликлинику России, вы знаете, там есть кабинет гинеколога. Скажите, а есть ли там кабинет андролога? И я уверена, что в большинстве случаев вы мне напишите сейчас отрицательный ответ. Отметьте в чате, пожалуйста. Будет любопытно знать ваше мнение, потому что, к сожалению, вот сейчас мы будем говорить о дискриминации мужчин, которые не получают соответствующей помощи, а процент мужского бесплодия у нас давно уже перерос в процент женского бесплодия. Чем же ещё занимаются гендерные исследования? Ну, я работаю в департаменте психологии, и, конечно, мне ближе те особенности, которые изучают в психике мужчин и женщин разного возраста, мальчиков и девочек. Вот на слайде вы сейчас видите те отличия, которые следует учитывать. Они действительно доказаны на уровне статистики. Но что интересно, гендерные исследования нам показывают, что в зависимости от того, с какой выборкой мы имеем в виду, мы имеем дело, например, с детьми, которые живут в провинциальном городе или в мегаполисе, с детьми, которые обучаются в школе, которые посещают разные образовательные учреждения. У них разные гендерные отличия. То есть они необязательны. И вот это вводит огромную путаницу и просто мифологизирует гендерные отличия. Считается, что они должны быть обязательно, а на самом деле они вариативны и изменяемы. Вот в этом состоит очень своеобразие большое этих отличий, что нам с вами, как особенно педагогам, психологам, необходимо учитывать. Кстати, это очень хорошо учитывают маркетологи. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Я представляю вам исследование Ассоциации индустрии детских товаров, которые ежегодно подсчитывают, какие же игрушки покупают родители для своих сыновей, внуков и так далее, для мальчиков и девочек. И мы увидим два достаточно разных списка. Почему они разных? Неужели в такие разные игрушки играют дети? И здесь все зависит от того, предоставляем мы возможность детям играть самостоятельно или мы оказываем на них влияние. Вот когда мы приходим с вами в магазин, то первый вопрос, который нам задает продавец игрушек, для кого вы покупаете игрушку? Так ведь? Ну и потом еще, конечно, нас спрашивают, для какого возраста. И вас подведут к полочке, где сидят куклы, Барби, например, или где стоят конструкторы и машинки. Таким образом, регламентируя ваш выбор. Тем не менее, я хочу сказать, что современные исследования показывают, что выбор детей сейчас, во-первых, очень большой. Даже число групп игрушек перешло уже за 100. Тогда, как, скажем, в начале века оно не превышало и 20. А с другой стороны, дети стали выбирать разнообразные игрушки. Девочки с удовольствием играют в машинки, мальчики с удовольствием играют в куклы. И для меня, например, это очень замечательный факт. Потому что игра в куклы абсолютно универсальная игра для детей любого пола. И учат взаимодействовать, учат партнерству, учат заботе. И не должна беспокоить родителей, у которых дети, сыновья. Тем не менее, коллеги, мне хочется обратить ваше внимание на те различия, которые все-таки считаются статистически достоверными. Есть знаменитый обзор, который сделали в психологии Элеонор Маккоби и ее ученица Кэрол Джаклин. Он достаточно старый, 1974 года. Он, кстати, до сих пор не переведен на русский язык, но исследователи гендерной психологии его хорошо знают. Из огромного количества особенностей, которые есть у мужчин и женщин, всего лишь четыре имели в обзоре Маккоби и Жаклин статистически достоверную разницу. То есть все остальные были с огромной погрешностью. Их нельзя считать обязательными. А вот эти проявляются достаточно часто, в большинстве случаев. Но и в них не все так просто. Я сейчас попытаюсь прокомментировать некоторые из них, чтобы показать, насколько они вариативны. Итак, первое. Математические способности. Казалось бы, они действительно доминируют у мужчин. И мы можем с вами видеть, в ряду великих математиков женщин не так много, хотя они и есть. Но, а что произошло с математическими способностями за последние, скажем, 50-70 лет? Дело в том, что именно примерно такое время они изучаются. А дело в том, что разрыв между мужчинами и женщинами в математических способностях стремительно уменьшается. И мы можем с вами зафиксировать, что материалы, результаты ЕГЭ нам показывают, что, например, по базовому уровню математики у нас уже нет различий между мальчиками и девочками выпускных классов. Вот что касается продвинутого уровня, то эти различия пока есть. Но, как вы думаете, что же произошло? Пожалуйста, напишите в чат ваши мысли на тему о том, почему происходит такое резкое изменение математических способностей. Я подсказываю, конечно, вам, но это очевидно. Женщины получили массовый доступ к образованию, прежде всего, к высшему образованию математическому. Сейчас большое количество женщин, около 50%, изучают математику в технических вузах в том числе. Поэтому неудивительно, что математические способности у женщин развиваются. Что касается лингвистических способностей, они традиционно развиваются лучше у женщин. И мы это видим по последним международным исследованиям, например, ПИЗа, где средний балл девочек практически больше, чем на балл, превышает балл мальчиков. Это очень большое различие. Казалось бы, а почему это происходит? Мы приходим к выводу, что читательская грамотность – это фактически проблема только мальчиков. И это позволяет нам определить целевую группу для работы педагогов. Это очень значимый ресурс. Два еще интересных различия, которые исследуют современные психологи. Это пространственная ориентировка, которая доминирует у мужчин. Это социальный интеллект, который доминирует у женщин, который включает в себя и эмоциональный интеллект. Вот такая уникальная способность есть больше выраженная у женщин, которая позволяет нам чувствовать эмоции, вербализовать их, то есть называть каким-то словом эмоцию, выражать и понимать выражение. Ну, например, известный факт, когда приходят домой наши любимые дети, супруги, и женщина уже чувствует, что не так зашел, не так бросил в портфелях любимые чада. Она уже понимает, что его эмоциональное состояние что-то не такое, как обычно. Вот это есть одно из проявлений эмоционального интеллекта, и это огромный дефицит у мальчиков. То есть психологи нам опять позволяют увидеть то, что требует развития у детей конкретного пола. Одно из статистически достоверных различий – это физическая агрессия. Действительно, мы можем видеть по печальному факту правонарушений всех уровней уголовных нарушений, что их в большей части совершают мужчины. Однако, если мы начнем разбираться в разных видах агрессии, то мы увидим, что есть не просто физическая агрессия, такие как драка, например, ругательство, прямая агрессия, а есть еще косвенная агрессия. Например, сплетня. И вот она превалирует именно у женщин. Так что нельзя говорить о том, что мужчины просто более агрессивны, а женщины менее. Просто у них проявляются разные виды агрессии. Справедливости ради надо сказать, что в последнее время женщины тоже становятся более агрессивны по сравнению, скажем, с 80-ми и 90-ми. Ну, я думаю, что это объясняется тем, что женщины входят в те же сферы, в которых находятся мужчины, раньше находились, и проявляют то же самое поведение. И это еще раз доказывает тот факт, что наши гендерные различия не только полом определяются, а прежде всего обществом, социокультурными традициями, нормами, которые существуют в конкретной стране, в конкретной культуре. И есть еще одно любопытное различие, которое отмечается многими психологами. Это различие в направленности на деятельность. Причем у мужчин и женщин разная направленность. Первое. У мужчин доминирует нацеленность на результат. То есть мужчин интересует, а что будет, когда я закончу эту деятельность. А вот женщина интересует, как и с кем она будет осуществлять эту деятельность. И вот этот факт приводит к самым разным последствиям. Ну, например, у женщин и у мужчин разные требования к осуществлению профессии. Женщину интересует, чтобы она работала с приятными ей людьми. Она реже уходит с работы, если ей даже можно предложить большую зарплату. Однако ей хочется работать в комфорте. Это очень серьезное различие. И можно по-разному его трактовать. Ну, например, очень часто вот эту направленность на других у женщин трактуют как конформизм. И действительно, исследования конформизма показывают, что у женщин вот это качество учитывать мнение других людей выражено больше. Однако, мне кажется, что мы можем трактовать этот конформизм не как негативные качества, а как способность учитывать точку зрения другого. способность ориентироваться на других и заботиться. Это все качества, лежащие на одном таком ряду. Поэтому наши недостатки и есть продолжение наших достоинств. Мне хочется обратить ваше внимание на исследование качества и результатов образования последних лет. Особенно сейчас популярны изучения грамотности. Ну, в частности, читательской грамотности, математической, естественно, научной. Вот сейчас на слайде вы видите результат исследования ПИЗа. По всем странам фиксируется один серьезный разрыв. Читательская грамотность гораздо выше у девочек. А вот другие виды грамотности варьируются. То есть, например, в нашей стране принципиальных различий между мужчинами и женщинами по уровню математической грамотности и естественно научной не наблюдается. Так же, как, например, во многих скандинавских странах, в Исландии, в Германии. Однако есть достаточно большое число стран, где эти различия большие. Таким образом, гендерные исследования могут нам показать те дефициты, те особенности, с которыми надо работать, в которых нужно осуществлять какую-то поддержку нашим школьникам, нашим детям, да и взрослым людям тоже. Ну, например, огромное сейчас внимание уделяется иностранным языкам. Так вот, огромный провайдер услуг English First фиксирует, что во всех странах английский язык изучают больше женщины и их результаты в среднем выше. Что нам это показывает? Что лингвистическая компетентность позволяет женщинам осваивать это нужные качества и за счет этого развиваться профессионально, ну и много другого, конечно. А вот у мальчиков это пока очень серьезная проблема. В прошлом году мы сделали небольшой пилотаж на некоторых московских школах и полностью подтвердили результат English First. Действительно, если будет включен иностранный язык как обязательный в ЕГЭ, то наши мальчики окажутся в очень неблагоприятном положении. Это следует учитывать при проведении подготовки к ЕГЭ, к экзаменам всех уровней. Тем не менее, когда мы говорим об определенном устройстве общества, мы не можем не прийти к выводу, что проживание в конкретном обществе накладывает отпечаток на мужчин и женщин. И существуют действительно серьезные корреляты, то есть такие зависимые переменные, которые у мужчин и у женщин являются неким отражением современного устройства общества. Что мы видим? Какие данные нам показывают современные гендерные исследования? Я сейчас не буду говорить о том, как их учитывать, но они точно есть. Итак, мужчины, очевидно, более склонны к риску, к принятию решений в ситуации неопределенности, к доминированию, причем во всех сферах, как в семейном, в межличностном общении, так и в профессиональном. Женщины, как я уже говорила, более конформны, склонны уступать, стремятся к паритету и менее стремятся к конкуренции. Причем это качество, разница в этом качестве видна уже на этапе дошкольного образования. Например, девочки больше любят работать в парах или в небольших по размеру группах, там до пяти человек, а мальчики преобладают в играх командных, таких как футбол, хоккей и так далее. И вот та конкуренция, которая в них существует, является прообразом той агрессии, которая у мальчиков тоже преобладает. Видите, есть очень интересные созависимости. Естественно, мальчики выбирают более высокооплачиваемые сферы для своего образования и последующей профессиональной деятельности. Прежде всего, это технология, ну, например, IT-сфера, это производство, и там разрыв в зарплате еще больше. Женщины выбирают так называемую непроизводственную сферу, образование, семья. И вообще, вот эта большая ориентация на семью, казалось бы, замечательные качества, но оно приводит к жесткой дискриминации. Ну, например, когда мы видим некоторые объявления о приеме на работу, то мы можем там видеть, хотя официально это запрещено, указывать, кого мы хотим принять на работу, мужчин или женщин, но в большинстве собеседований будет задан этот вопрос. У вас есть дети? Вы собираетесь в декрет? Как часто вы уходите на больничный? У вас есть кому оставить детей, если мы не можем вам предоставить этот больничный? И так далее, и так далее. То есть в современном мире, где в среднем женщины два раза уходят в декрет, я сейчас беру такие обобщенные данные, не индивидуальные, женщина получает огромное количество негативной обратной связи за свою репродуктивную функцию. Это факт. Что еще я могу отметить, как психологические коррелята современного устройства общества? Мужчины нацелены на результат, как я уже говорила, и чаще меняют работу, если их что-то не устраивает. А вот женщины, стремясь быть поближе к дому, чтобы выполнять те самые домашние обязанности, скорее ориентированы на семью, на психологический комфорт, на работу в благоприятных условиях, и таким образом проигрывают в конкуренции. Не случайно сейчас очень много внимания уделяется тому, как создать условия для женщин, чтобы они продвигались в обучении, продвигались в профессиональной деятельности, но без поддержки госпрограмм вряд ли работодатели будут сами решать эту проблему. Мне хочется вот этот огромный длинный разговор о гендерных различиях закончить тем, что зафиксировать, что на их обнаружение влияет огромное количество причин. На самом деле, найдем мы их или не найдем, влияет прежде всего сама позиция исследователя. Если мы ищем различия, мы найдем различия. Но так уж устроено наше восприятие, что если мы не найдем различия, мы не будем фиксироваться на сходстве. И поэтому в большинстве публикаций научных описываются различия, а не сходства, которых гораздо-гораздо больше. И есть очень распространенный миф, который выражается в фразеологизме. Женщины с Венеры, мужчины с Марса. Уважаемые зрители, я категорически не согласна с ним. На самом деле у нас гораздо больше общего и лишь немного различий, про которые я говорила. Но если мы будем искать различия, мы их, безусловно, найдем. Во-вторых, культурные ожидания со временем изменяются. И вы видели, как меняются математические способности, их уровень у мужчин и женщин. Поэтому не только с полом связаны эти различия, а прежде всего с социокультурными условиями, в которых мы находимся. Ну и, конечно, факт фиксации наличия зависит от мировоззрения исследователя. Поскольку если он уверен, что мужчины и женщины разные, он, конечно, будет на этом центрироваться и искать те самые различия. Ну, скажем, традиционно мужчины чаще находят эти различия, чем женщины, которые проводят подобные исследования. То есть идентичность исследователя тоже накладывает отпечаток на те результаты научные, которые получаются в ходе какого-либо эксперимента. Это тоже научный факт. Я хотела бы сделать некий обзор тех актуальных проблем, которые характерны сейчас для современных гендерных исследований. Я упоминала уже ту проблематику, которые разрабатывает феминизм, гендерные исследования. К сожалению, за те 50 лет последних, которые гендерные исследования идут, и, кстати, в прошлом году, в 2019 году, исполнилось 30 лет гендерных исследований в России. Было несколько значимых конференций в Москве, в Питере, в Иваново. Вот темы, они остаются практически те же самыми. Они не меняются. Это темы порнографии, проституции, насилия в семье. Это вопросы принятия решения об аборте. Это вопросы переживаний специфических состояний, которые присущи мужчинам или женщинам. Это вопросы заботы о детях. Ну, кстати, вот проиллюстрирую. Замечен тот факт социологами, что гендерная проблематика и гендерные проблемы, которые можно так называть в кавычках, потому что я уверена, что это не гендерные проблемы, а это общемировые проблемы, которые касаются всех, и мужчин, и женщин. Социологи обнаружили, что чем больше в органах власти женщин, тем быстрее решаются те проблемы, которые я обозначала. И примером являются скандинавские страны. Финляндия, Швеция, Исландия. С конца 90-х годов, когда в этих странах были приняты концепции гендерного равенства в качестве политического инструмента, произошло огромный приток женщин в политику. И действительно, например, финские мужчины получили право декрета, женщины получили квоты, так называемые, на политику, на политическое участие. Я оговорюсь, что такое позитивная дискриминация. Это некоторые меры, которые предпринимаются для того, чтобы выровнять положение конкретной группы. Например, такие меры предпринимались для индейцев Северной Америки, для того, чтобы компенсировать те дефициты, которые они испытывали после нескольких веков дискриминации по этническому признаку. Так вот, то же самое можно сделать для женщин. К сожалению, в нашей стране очень много противников позитивных мер квотирования. Широко исследуются меры, которые позволили бы женщин соблюдать баланс ролей. То есть участвовать и в семье, и в политике, и в экономике. Изучается то, каким образом современных мужчин привлечь в семью. Да, никто не спорит, что женщины у нас меньше зарабатывают. Это факт. Но как сделать так, чтобы выравнивались эти сферы? Как сделать так, чтобы мужчины так же активно принимали участие в воспитании детей? Наверное, тут недостаточно только экономических мер, а нужны еще меры широкие просветительские. И мне хочется еще один момент отметить. Меняется наша среда, меняется наше социокультурное пространство, и появляются новые формы сексизма, то есть дискриминации по половому признаку. Такие как харассмент, менсплейнинг, сталкинг, моббинг, гомофобия, газдайтинг. То есть эти все слова, которые появились недавно, они по сути фиксируют старые, хорошо известные практики. Домогательство, в том числе на рабочем месте, использование власти, например, при приеме на работу, преследование или использование уничижительной лексики. Ну вот только недавно стали анализировать рекламу с точки зрения сексизма. В нашей стране такой экспертизы пока нет, как нет экспертизы учебников для школы и для вузов, хотя еще в 90-е годы исследователи инициировали эту экспертизу. Так, в 95-м году была проведена первая экспертиза вузовских учебников, а в 2000-х и школьных учебников. Тем не менее, когда выпускают новый учебник, пока в России не используют гендерную экспертизу, что, конечно, очень-очень жаль. Ну и мне хотелось бы, завершая свое выступление, акцентировать момент на акционности современного феминизма. Акционизм, то есть стремление действовать через акции, есть неотъемлемая черта феминизма, наверное, вот самой-самой первой волны суфражизма. Я покажу сейчас некоторые проекты, которые позволяют судить о том, как феминизм работает в современных условиях, через какие инструменты он позволяет себе продвигать свою проблематику и широко освещать ее. Ну, прежде всего, мне хотелось бы сказать, что последний год в нашей стране одна из самых обсуждаемых тем – это, конечно, закон о профилактике домашнего насилия. На слайде вы видите некоторую статистику о том, сколько женщин страдает от домашнего насилия. Я хочу сказать, что не только женщины в домашних условиях страдают от насилия. Это дети, которые подвергаются сексуальному насилию, это пожилые люди. И поэтому данный закон касается не только женщин. Это совершеннейшая ошибка так считать. И в 2019 году на сайте Госдумы, обратите внимание на слайд, был запущен онлайн-опрос, в котором поучаствовало 215 тысяч. Согласитесь, достаточно репрезентативный опрос. Более 80% ответивших сказали, да, закон такой России нужен. Тем не менее, пока у нас пауза в его рассмотрении, хотя внесено огромное количество поправок, инициатив, я выражаю огромную надежду, что данный закон будет принят в 2020 году, и будут приняты дополнительные меры, чтобы снизить этот процент насилия в России, который один из самых высоких в мире. есть несколько проектов, которые объединяют информацию по феминистским и гендерным исследованиям. Один из таких проектов – это сайт Vomination, на котором публикуются как зарубежные, так и отечественные исследования. Обратите внимание на темы. Это те же самые болевые точки, которые мы видим в документах ООН, которые мы видим в национальной стратегии России. Это насилие, это смена пола, гомофобия, это здравоохранение и так далее, и так далее. Коли уж мы начали говорить о насилии, то я обращаю ваше внимание на старейшую в России организацию, общественную организацию, неправительственную, которая оказывает помощь женщинам, перенесшим насилие. Она, конечно, не отказывает и детям, она называется «сестры», и это неправительственная организация, которая имеет свою службу, телефон доверия, которая имеет возможность оказать юридические услуги благодаря пожертвованиям, благодаря участию всевозможных конкурсов, благодаря попечителям. Огромная деятельность с 1994 года. К сожалению, в нашей стране большинство организаций, которые занимаются подобными проблемами, это именно неправительственные организации. Хотя да, в Москве мы можем сказать, что у нас есть московская психологическая служба, есть несколько кризисных центров, но большинство крупных городов России подобных центров не имеют, или имеют просто один телефон доверия. Мне хотелось бы сейчас обратить внимание ваше на замечательный проект, которому в этом году исполнилось 10 лет. Это феминистская инициатива, премия, которая присуждается самым ярким сексистом в России. Ну вот вы видите, да, некоторые номинации данной инициативы. Сексизм в рекламе, сексизм в СМИ, ну и, конечно, деятельность политических и общественных деятелей подвергается вот такой критике. Я вам очень рекомендую, получите большое удовольствие, и эта премия приобретает все больше и больше вес, потому что те негативные сексистские высказывания, которые позволяют себе, в том числе и политические деятели, они стали в последнее время, в том числе благодаря этой инициативе, вызывать очень жесткую критику людей. И таким образом мы можем влиять на политический контекст, который существует в нашей стране. Есть такая инициатива, которой я очень горжусь. Это инициатива феминистка искусства. К сожалению, она тоже очень неоднозначно воспринимается. Ну, в частности, вот вы видите на правом слайде, очень, на правом фото, постановку известной американской феминистки монологи Вагины. Конечно, это провокация, конечно, это акция, но ее цель привлечь внимание к проблемам, которые, опять-таки, обсуждаются в феминизме. Сделать эту тему незамалчиваемой, сделать ее обсуждаемой, потому что снять покров молчания со многих вопросов, со многих проблем, это значит их решать. Не случайно тезис, который стал лозунгом второй волны феминизма, личное есть политическое, он продолжает оставаться актуальным. Мне хочется привлечь ваше внимание еще к одному проекту. Это те акции, которые направлены против запретов аборта. В нашей стране огромное количество абортов, причем очень серьезный процент женщин, которые используют эту медицинскую процедуру, это несовершеннолетние девочки. Примерно, если соотнести данные, мы где-то на уровне Африки. Стран, которые недалеко ушли относительно высокоразвитых стран в своем развитии. Постоянно, с периодичностью 2-3 года, мы слышим призывы запретить эту процедуру и вынести ее из ОМС, то есть из общемедицинского и бесплатного финансирования. Такие опыты, печальные опыты уже были в нашей стране. Я вам всем рекомендую вспомнить известнейшую книгу Людмилы Улицкой «Казус Кукотского», в которой описана подобная практика. И хорошо известно исследователям, что как только в стране запрещают аборты, сразу появляется рост женской смертности, рост смертности нежеланных детей, рост нелегальных абортов, которые заканчиваются часто смертью. И, конечно же, ростом медицинского туризма, когда женщины выезжают в другие страны, где эта операция разрешена. Это не значит, что феминистки выступают за аборт как способ регуляции беременности. Ни в коем случае. Это означает, что запретительные меры для решения этих проблем не могут быть эффективными. Нужны другие меры. Просветительские меры, доступность к контрацепции, включение данных курсов в образование. Вот в России до сих пор нет масштабных курсов, которые были бы доступны школьникам, хотя бы онлайн, для просвещения в этой области. Я хотела обратить ваше внимание на два проекта 2017 года, которые очень ярко иллюстрируют данную проблему. Например, Польша. Католическая страна, где в течение многих лет аборты запрещены. В 2016 году в Польше прошла огромная акция женщин, которую так и назвали «Черный протест». Почему черный? Потому что это был знак траура по тем женщинам, которые пострадали в результате запрещения этой процедуры. Они подверглись неквалифицированным медицинским абортам. Они получили огромное количество заболеваний. Обратите внимание на фотографию. Протестующие женщины держат в руке вешалку. Это знак тех ужасных, уродующих инструментов, которые используются в подпольных абортах. Конечно, это ужасно, но это до сих пор существует. Еще раз хочу сказать, что это не способ регуляции народа, населения, и никак не поможет демографической проблеме. Подобные акции у нас проводились. В 2017 году в Санкт-Петербурге проводилась акция Чиполина. Я сегодня уже вспоминала роман Людмилы Улицкой. Именно там описана совершенно садистская процедура, когда женщины используют прорастающий лук, который охватывает своими корнями плод, и буквально выдирая себе все внутренности, они избавляются от беременности. Это садизм, но тем не менее, я не хочу сказать, что она сейчас есть, слава богу, уже нет. Но как символ этот образ может быть использован. Мне хочется перейти от акций, которые адресованы прежде всего взрослым, к акциям, которые направлены на детей. Вот в частности, в издательстве «Самокат» вышла очень интересная книга. Это книга феминистских комиксов, где очень на простом языке рассказаны те проблемы, о которых мы сегодня говорили. И практика показывает, что дети понимают их, одобряют и удивляются, почему современный мир так устроен. И как вы думаете, что нам ответить ему? Это действительно большой вопрос. Ответить на вопрос ребенка, а почему мы так живем? Нам предстоит на него как-то отвечать и в дальнейшем. И сейчас я прошу показать небольшое видео. Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Из цветочков, из звоночков, из переглядок и мармеладок сделаны наши девчонки. Из железа, из стремлений, из самодачи, из сражений Сделаны наши девчонки Из упорства, из красы, которой гордится Вся нация сделаны наши девчонки Из синяков и тумаков, из отваги, сжатых кулаков Из независимости и мастерства, из страхи, сердца и достоинства Из воли крепче кремня, из силы и огня Из свободы от чужих плений, из свершений и достешений Сделаны наши девчонки Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, вы видели ролик Nike, который тоже является феминистской инициативой В ее создании приняли участие самые известные российские спортсменки И это тот пример позитивной феминистской акции Которая показывает, что многие стереотипы относительно женщин должны уйти Должны уже перестать использоваться в нашей жизни И женщины современные успешны, инициативны, самостоятельны и независимы И мир просто не может этого не учитывать Мне хотелось бы в заключении своей лекции Назвать те центры гендерных исследований, феминистских исследований Которые у нас сформировались за более чем 30-летнюю историю Просто потому, что нужно обращаться, сотрудничать с ними, дружить Проводить совместные исследования Это прежде всего российский государственный педагогический университет имени Герцена Где целая школа под руководством Ирины Сергеевны Клёциной Разрабатывает идеи гендерной психологии Это один из первых университетов, где был образован ЦГИ Центр гендерных исследований Ивановский государственный университет И который по-прежнему в течение почти 30 лет издает единственный в России журнал Женщины в российском обществе Где есть, естественно, подраздел гендерных исследований Это финансовый университет при правительстве Российской Федерации Где работает и развивается школа Галины Георгиевны Силосты Нашего социолога известного Кстати, именно она представляла нашу страну на Пекинской конференции в 1995 году Это, конечно, высшая школа экономики Где социологи Елена Ростиславовна Ярская-Смирнова Жанна Чернова, Елена Амельченко В Москве и в Питере Тоже имеют очень интересные разработки Мне хочется порадоваться Что в нашем Московском городском педагогическом университете Эта тема разрабатывается уже более 15 лет Ангелина Анатольевна Чекалиной, Аллой Кириллиной И вот последние 8 лет я тоже в этом участвую Российская Академия образования Разрабатывает тему гендерной педагогики И возможности реализации гендерного подхода в образовании Под руководством Любови Васильевны Штылевой Ну и про научную школу Натальи Львовны Пушкаревой В области истории и ее деятельности В рамках ассоциации я уже вам говорила Отмечу только, что ее абсолютные бестселлеры Это «Женщина древней Руси» Всем вам рекомендую познакомиться с этой книгой Я горжусь, что несколько лет назад Наша деятельность совместная с разными вузами Привела к тому, что мы разработали Единственный на настоящий момент Учебник для педагогического университета Где пытались совместить психологию и педагогику В области гендерного подхода Вот эту книгу вы сейчас видите на экране И благодаря Юрайт она находится в электронной библиотеке Кстати, напомню вам, что сейчас доступ у всех бесплатный И вы можете пользоваться ей абсолютно свободно Использовать в своей работе Ну, подводя итог Все-таки мне хотелось бы обобщить За что же следует благодарить феминизм? За что же следует благодарить гендерные исследования? Да, мы с вами все имеем возможность обучаться Выбирать профессию Получать достойную оплату за свой труд Мы имеем право владеть собственностью Мы имеем право распоряжаться своим телом Здоровьем своим Самостоятельно путешествовать Находиться на улице без сопровождения До недавнего времени это было очень серьезной проблемой Мы можем достигать вершин в любой области Ну, например, участвовать в Олимпийских играх И это тоже не такое уж старое достижение Мы имеем право на защиту от насилия Во всех его формах Физического, эмоционального, финансового, психологического Мы имеем право на декретный отпуск И мы имеем прекрасную возможность Благодаря гендерным исследованиям Выявить те дефициты Которые есть сейчас в нашем обществе В образовании И помочь наиболее благоприятным В условиях находиться нашим мальчикам и девочкам Мужчинам и женщинам на рабочем месте И вместе делать наш мир более гуманным Спасибо Буду рада вашим комментариям Откликам, предложениям о сотрудничестве Ждем вас в Московском городском педагогическом университете Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok